Следующий вопрос, можно ли поворачиваться в намазе для нужды какой-то, то есть если есть какая-то нужда для поворачивания, не просто человек, не просто так, есть любопытство поворачиваться направо на лево, а есть какая-то нужда. А что касается поворачиваться в намазе, из-за нужды намаза, то есть для того, чтобы что-то исправить в намазе, как например то, что Абубакр повернулся к людям, когда люди начали хлопать за ним, в ладоши, то есть когда он вел намаз и пророк Саласама пришел посередине намаза, так люди начали ему хлопать. И Абубакр повернулся к ним, то есть к людям. И когда они слишком много стали хлопать, он повернулся к ним. Кто говорит, такое поворачивание не вредит намазу, то есть не уменьшает награду намаза. И также на это указывают слова пророка Саласама. Если у кого-то что-то случилось в намазе или что-то хочет сказать, то пусть скажет, Потому что если кто-то скажет, что Саласама, то имам повернется к нему, то есть обратит на него внимание. Это хадис у Бухарии муслима со слов Саагля и Мусаада. Также приходит хадис, в котором сказано, что пророк Саласама повернулся к тем, которые совершали намаз за ним. Когда пророк совершал намаз в Сиде, а они стояли за ним стоя. И пророк Саласама повернулся к ним, увидел, что они стоят стоя в то время, как он сидит в Сиде. И показал им рукой, сядьте, так или нет, то есть чтобы они сели. Также передается от пророка Саласама, что пророк иногда поворачивался в намазе, то есть шеей. Не из-за пользы намаза, то есть не для пользы намаза. Сарава Сагля ибн Ханзала передает Ханзалия, то есть Сагля ибн Ханзалия, который говорит, то есть намаз хаджр, утренний намаз. И посланник Аллаха Саласама начал вести намаз и при этом в намазе он постоянно поворачивался на ущелье, на ущелье горы. То есть они не были в Медине, так? Или были в Медине, но имеется в виду не были в мечети. Были в каком-то военном походе. И пророк Саласама во время утреннего намаза постоянно поворачивался в сторону ущелья. Хараж его Абудауд, этот хадис приводит имам Абудауд. Говорит шейх Мухаммад Сизан, и сна от этого хадиса достоверный. И дальше в хадисе приходит, Почему пророк поворачивался к ущелью? Потому что он послал туда всадника, то есть в сторону ущелья, ночью, чтобы тот охранял ущелье. То есть Харасу делал, так? Охранял и пророк Саласама, поворачивался к нему и смотрел. И в этом хадисе указание на то, что пророк Саласама собирал вместе и намаз, и джигад. То есть в одно и то же время делал и намаз, и джигад. Так? И окончательное мнение в вопросе какое? То, что поворачиваться в намазе шеей для нужды намаза, или для какой-то нужды кроме намаза, не является нежелательным. Это можно. Так? То есть макро, нежелательность при нужде впадает. Так или нет? Одно из правил у Соленферта. То, что нежелательность впадает при нужде и превращается во что? В мубах. Во что? В разрешенность. И это постановление в этом вопросе. Продолжение следует.